Эксперты в ожидании экономического форума. Уже опубликована деловая и культурная программа. С основным докладом выступит председатель правительства Дмитрий Медведев. Приглашены почти все министры и губернаторы. Преполагается, что будут рассмотрены основные направления развития страны в ближайшие годы. Подробности у Сергея Кузовкова. Уже меньше чем через месяц в нашем городе стартует очередной Красноярский экономический форум. Нынешнее мероприятие 10-е юбилейное по счету. Основной площадкой его проведения, как и в прежние годы, станет выставочный центр Сибирь. Уже известна деловая, спортивная и культурная программа мероприятия. Ожидается, что гостями КФ-2013 станет несколько тысяч человек, в том числе и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В рамках мероприятия планируется обсудить стратегию развития страны на ближайшие пять лет, а также новые модели экономического роста. Важными темами станет повышение прозрачности и эффективности системы госзакупок, анализ склада регионов, в том числе и краев, модернизацию национальной экономики, обсуждение перспектив развития Сибири и Дальнего Востока. Мы будем презентовать город Красноярск, говорить о нашем видении стратегии социально-экономического развития города. Я предполагаю выступать на форуме и говорить именно об этих вопросах. Рассчитываю на то, что можно будет найти партнеров, которые заинтересованы в том, чтобы работать на территории города Красноярска, экспертов, которые могут оценить сложившиеся тенденции и предложить новые направления в развитии города, заинтересованных исполнителей, которые могли бы предложить себя для разработки генерального плана города, для разработки стратегии города. Председатель Краевого союза промышленников и предпринимателей Михаил Васильев принимал участие во всех девяти предыдущих форумах. Говорит КЭФ именно та площадка, где можно обсудить проблемы бизнеса не просто с чиновниками, а непосредственно с первыми лицами нашей страны. Сегодня, особенно с учетом вступления во Всемирную торговую организацию, каждое наше предприятие, хотело бы оно того или нет, является конкурентом на глобальном рынке. Это и раньше было, но сегодня это видно со всей отчетливостью. Если ты производишь какую-то сельхозпродукцию, то ты уже конкурируешь не с томским мясным заводом или не с омским каким-нибудь сосисочным заводом, а ты конкурируешь реально с лидерами мировых рынков из Южной и Северной Америки, из Центральной и Южной Европы. И в этом смысле тебе нужно понимать, что будет делать Россия как государство с точки зрения защиты твоих экономических, коммерческих интересов, твоих как производителя российского. В работе 10-го форма примут участие члены правительства страны, федерального собрания, бизнес-сообщества, российские и зарубежные эксперты. Кстати, на днях подтвердилось участие в нем премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он станет основным докладчиком пленарного заседания «Россия. Карта перемен». Там эксперты наметят основные направления развития экономики и социальной сферы страны на период до 2018 года. Конечно бы хотелось, чтобы председатель правительства Российской Федерации, собственно, эти вопросы поставил. Может быть, мы услышали какие-то стратегические направления по развитию нашего сельского хозяйства в условиях всемирной торговой организации. Напомню, что если говорить о размерах, например, государственной поддержки АПК, то Россия здесь вряд ли может похвастаться огромными ее размерами. Отмечу, что КФ-2012 посетили более 2,5 тысяч участников из 28 стран мира. По итогам трехдневного форума было подписано 17 соглашений с ведущими мировыми компаниями, банками и институтами развития на сумму более 530 миллиардов рублей. Сегодня практически полностью известна вся деловая, культурная и спортивная программа форума. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте мероприятия. Одной из изюминок станет концерт знаменитого итальянского квартета «Ле Дивас». Кстати, многие участники стартующего уже 14 февраля Красноярского экономического форума предполагают, что на КФ-2013 все-таки будет поставлена точка вокруг возможного строительства Енисейского ферросплавного завода. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мы телефон 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Дмитрий Яковлев, Афонтово. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok